Мы очень ждем выступления Елизаветы Токтамышевой и Анны Щербаковой. Именно в таком порядке, причем строго друг за другом, выйдут на лед наши спортсменки. И мы, конечно же, ожидаем успешного выступления, ведь Аня и Лиза, ни много ни мало, это золотая и серебряная медали минувшего чемпионата планеты, который с успехом для российской сборной, с триумфом даже, я бы сказал, завершился в Стокгольме. Ну а сейчас мы посмотрим на чемпионку Италии минувшего года. Это Лара Наки Гутман, которая, конечно же, очень хочет принести своей сборной максимальное количество очков, с учетом того, что одиночников мужчин у сборной Италии вдвое меньше, чем в любой другой команде. И таким образом итальянцы, ну практически сразу, с момента начала этого турнира, лишили себя всяких шансов в борьбе за самое высокое место. КОНЕЦ 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 Мы сейчас видели предыдущую спортсменку. Они не то, что некачественные, они какие-то неудобные для самого спортсмена. Возможно, сказывается акклиматизация. По старой памяти я помню, что в Японию, конечно, особенно когда ты движешься на восток, лучше, конечно, приезжать чуть заранее, потому что организм может давать сбои. Чуть-чуть чувствует себя не очень комфортно. Начинаются вот эти помарки даже на простых выездах, извращения или выездах с прыжковых элементов. Но сейчас я думаю, что она будет бороться и со своей одногруппницей, однокомандницей. Ну, собственно, они так борются и на внутренних стартах, но и сборная Италии. Таким образом, несмотря на отсутствие половины команды в мужском турнире, тем не менее, сейчас продолжает лидировать. Это лучший результат соревнований в среде женщин от Лары на Киеве. Еще одну очень короткую рекламу с вами посмотрим, после чего вернемся в эфир и продолжим нам пытать за этим увлекательно. Субтитры создавал DimaTorzok